Здравствуйте! Всем привет! Итак, теперь давайте рассмотрим вопрос какой. Вот есть у нас персонаж и есть у нас баллончик с краской. Как он будет, значит, рисовать? Если так посмотреть, как этому персонажу все это дело прикрепить, сделать. Значит так, есть баллончик, значит, что у нас еще есть. Есть крышка. Крышку можно наверно, ну-ка, S поменьше чуть-чуть. G подведем, подставим повыше. Привяжем Set Origin 3D геометрии крышку и Set Origin геометрия, значит, наш баллончик. Проверяем, чтобы у нашего баллончика, не дай боже, что-нибудь не было. Вот это кто такой? Это у нас, значит, материал. Материал все нормально. Так, заходим, выбираем наши кости. Заходим, значит, настройка Viaport Display, ставим In Front, выбираем кости, заходим в Edit Mode. Так, теперь, значит, E вытаскиваем какую-нибудь косточку Alt-P Clear Parent, тройка на нампаде, G. Выводим ее, значит, на наш баллончик, G. Так, Deform отключим. Но пока все нормально. Так, G подставляем и, значит, от этой косточки E вытаскиваем еще косточку Alt-P Clear Parent, значит, перекрутить ее можно, G. Подставляем к нашей крышке. Так, теперь эту косточку, управляшку вяжем к руке, чтобы она постоянно была на руке. Ctrl-P и Offset. Ну и, в принципе, все. Заходим в Object Mode, выбираем наш баллончик, выбираем наши кости, заходим в Post Mode, выбираем нашу кость. Ctrl-P, это будет Boom. Заходим, теперь выбираем крышку, выбираем еще кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку крышки, Ctrl-P, Boom. Так, проверяем теперь, как это все связалось. Все связалось, да, но вот эту косточку я не привязал к этой кости. Ctrl-P, Keep Offset. Теперь заходим в Object Mode, выбираем только наши кости, заходим, значит, в Post Mode, вот эту кость, G, можно, значит, перетаскивать. Теперь, значит, делаем R, подставляем к нашей руке, G, теперь, значит, вот эту косточку пальца большого нужно перекрутить. Так, да, вот эту кость тоже можно, значит, докрутить R, G, подставить поближе к руке, но тут еще вопрос в том, он должен нажимать на эту пинту, значит, баллончик держит почти кверху, да, теперь, теперь, что у нас, палец R, палец R, и, значит, вот эти все косточки у нас, вот эти кости, должны подсогнуться. согнуться. Так, делаем им R, загибаем, ну, так, и вот эти пальцы тоже передние, подсогнем, делаем R, ну, и тогда, значит, серединные, вот эти тоже доведем, единицам нам паде, делаем R. Так, баллончик, он вроде как и держит. Но, значит, наверное, не так. Так, 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 R, палец доводим, R перекручиваем наш баллончик побольше. Ну, как же его тут держать? Значит, вот этот палец у нас крышку может сбивать. Ну, пусть он тогда и давит. Тут нужно вспомнить, как это, взять баллончик и просто подержать. Я забыл, как он в руке, значит, находится, но это не суть вопроса. Так, ладно, делаем, чтобы было понятно, видно. Так, теперь, значит, это как бы вот в такую позицию. Эта рука, значит, в такую позицию расслабленную, да. Так, английская А, И прописываем. Почему не появляется окошко? Потому что у меня выбрана вот только локация, ротация. Если я это дело отключу, то буду нажимать английская И, у меня будет появляться окошко. Ну, чтобы не делать много движений, я сразу здесь лок-рот поставлю. И все нормально. Так, теперь, на десятом кадре персонаж, значит, у нас смоет на стену. Чуть-чуть, значит, он осадку дает. А, И, все нормально. Так, хоп. На двадцатом кадре он, значит, выгибается назад. Голова, значит, смотрит на какой-нибудь предмет. Так, рука выходит вперед. Смотрит он, значит, семерка на нампаде, Р, на наш баллончик. Так, Н-панель. Забыл скрин-коскей вам включить, если кому нужен будет. Так, и пропишем А, И. Ну, попростенько. Так, на тридцат, так, на двадцать пятом кадре. Он сбивает этим пальцем, значит, крышку. Значит, Р, палец он подкручивает. А, И. И на тридцатом, значит, Р. Так, сбивает этот, значит, колпачок. Колпачок у нас, вот этот, улетает. А, и тут на тридцать пятом он, все еще, значит, летит, падает. Нет, короче, он нам не понадобится, все. Лок-рот мы его прописали. Так, единственное, что минус, теперь, когда мы будем двигать вот этой рукой, видите, там будет колпачок где-то подниматься. Ну, его можно, значит, в самый-самый там куда-нибудь увести. И можно еще скайл уменьшить, допустим, да, и спрятать где-нибудь. Но это не суть вопроса. А ну-ка. Так, и здесь, где он сбивает, у него рука, значит, идет еще выше, да. Вот как-то. А, и лок-рот. Теперь, значит, на сороковом кадре он должен все это дело... Так, еще палец вот этот надо подставить, значит, к нашему вот этому колпачку. Ну, и чтобы интересно было, если вы будете показывать вот такой вот ракурс, да, где он нажимает, ну, тогда нужно вот эту пимпу тоже, как, отделить, и на нее можно еще косточку поставить, чтобы туда-сюда двигать, да. Ну, это уже тоже не добавить, значит, сложности, да. Пока делаем так, значит, и прописка прошла. Так, это улетает, это поднимается, смотрит он теперь на пятидесятом кадре, значит, на стену. Рука подводится G вверх, вытягивается. А, тут же мы хотели, чтобы он ее поболтыхал, да. Сорок пятый тогда кадр. Вот видите, крышка теперь будет тут маячить. Давайте ее куда-нибудь вообще подальше и пропишем все. Пусть она там, где-нибудь мотыляется. Так, теперь, значит, тридцать пятый кадр. Выберем только, значит, анимацию у нас вот этой руки. И выберем только тридцать пятый кадр. Вот так, так, так. Не, не прокатит, да. Ну, пусть тогда английская A, вся вот эта штука. Шрифт D на пятидесятый. Так, что-то у меня крышка, это значит, вымораживает. Оно как же и спрячься подальше. Так, так, так. И значит, вот этот палец у нас. Не хочет, что-то он правильно и адекватно тут крутится. Прописываем, так, G. Ну, и таких кадров нужно, наверное, сколько нам нужно? Сороковой поднимает. Так, так, так. Опускает. На тридцать пятом. Ну, вот эти можно. Ну-ка, 6D. Все, вот он его пусть чуть-чуть поболтыхал. И теперь он должен, значит, все это дело на восьмидесятом кадре уже начать рисовать. Так, так, G, R, голова, значит, выравнивается, смоет на баллончик. Так, рука. Ну, какое-то движение создается, да? Таз, допустим, R чуть-чуть вперед подался. Ну, и рука тогда еще больше вперед. И прописка, и тут уже нужно прописывать, где он будет вводить, допустим, да? Как он будет вводить? Ну, допустим, так. G уводит вверх. Прописка. И, значит, G уводит вниз. Прописка, да? Потом, значит, где-то может он, тройка на нампаде, допустим, присесть. Выбираем руки, выбираем таз. Так, значит, здесь он R как-то приседает. И, значит, G красит где-то внизу, там, допустим. А, и. Прописка. Ну, и потом. Что тут нужно взять? Ну, давайте сотый кадр ШФД. Так, а. Сотый кадр ШФД. Не прокатывает. На каком он стоит, а? О, давайте вот этот, 80-й ШФД на 120-й. Ну, такая, вроде бы, примитивная анимация пойдет. Ставим теперь 130 кадров. И давайте настроим теперь аэрозоль вот этот баллончик, чтобы с него шла краска. Так, выбираем наш баллончик. Заходим в Edit Mode. И выбираем, значит, вот такой полигон, вот такую вот эту штуку выбираем. И создаем, значит, вертикс-группу. Применяем вертикс-группу. Заходим в Object Mode. Выбираем наш баллончик. И давайте поставим партиклы, частицы. Так, частицы есть. Так, 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 так. Давайте их поднастроим. Значит, Number 1000 многовато. Пусть будет 300. Так, теперь Limit. Жизнь. 200-й кадр. Ставим 130-й. Так, теперь у нас то Little подставим. Рендер. Гала. Добавим, давайте, Shift-A. Mesh. Добавим Ico-сферу. Сделаем ей S. Уменьшим. Единица на нампаде G. Подставим куда-нибудь вбок. Потом можно ее отключить, чтобы рендер ее не видел. И теперь выбираем наш баллончик. И на баллончик ставим, заместо гала ставим Object. Здесь выбираем Ico-сферу. Ну, или вот так вот. Так, а ну. Вот таким вот образом. Выбрали ее, значит, теперь Ротация, локация в VeloCity. Что у нас тут получается? Крышка отлетает. И получается вот такая хренатень. Почему? Потому что нам нужно теперь найти вертикс группы и подставить нашу вертикс группу вот сюда, чтобы с этой крышечки, вот где мы выбрали полигоны, да, краска, значит, илилась. Так, теперь нам понадобится Так, 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 где у нас тут кэш? Вот, выбираем VeloCity и ставим Object Eligerted. Ну, давайте 5 метров в секунду. И вы видите, что она начинает в другую сторону хреначить. Значит, здесь выбираем минус, ставим Enter. Минус 5. Проверяем. Вот, теперь она пошла в нужном направлении. И рандомность поставим, допустим. Так, есть. Но 300 почему-то так-так-так маловато, да? Ну, давайте сколько? Ну, ладно, 1000 пускай будет. Так, а ну-ка. Еще нолик не дописал. Ну, вот, с 1000 вроде уже побольше тут все это дело льется. Теперь Skyl можно увеличивать. Вот это. Вот этот Skyl, видите, да? Вот они уже большие, такие будут пятна. Чуть поменьше поставим. Так, что у нас тут еще получается? Properties, текстуры. Вот здесь с гравитацией им отключить. О! Так они получше, без гравитации будут. Теперь нужно еще разобраться, как вот, значит, чтобы они перевести эту анимацию, допустим, поставить ее не с первого по 130, а допустим, где он тут поднимает. Так. Вот здесь он мотыляет, и значит, краска должна работать с 80-го, ставим 80-го. А здесь ставим конечный, где он заканчивает, допустим, вот он покрасил. Ну, пусть 117-й будет. Вот идет покраска. Shift-A. Теперь можно добавить Mesh, добавить... Так, 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 так. Ну, давайте пока план добавим, да? Тройка на нампаде. Сделаем R. Сделаем S. Сделаем G. Подставим вот сюда, значит, единица на нампаде. Растянем все это дело. Ну, типа, чтобы стена была, да? Так, теперь. Вот это будет у нас стена. На стену добавим, значит, побольше подразделений сабдивайдов. Боковая панелька, правая кнопка мыши 10. Ставим еще раз сабдивайды. Еще поплотнее. Все, это зашибись. Можем сюда текстуру подставить. Сейчас тоже рассмотрим это дело. И теперь нам нужно все это дело связать. Так, вот это можно убрать. Кстати, смотрите, если мы будем увеличивать S вот эту вот сферу, вы видите, что у нас увеличиваются и вот эти вот партиклы, да? Тоже таким вариантом можно делать. Так, есть. Теперь у нас есть стена. На стену мы ставим Dynamic Parent. Это будет Host. Add Canvas. Что у нас тут? В принципе, с первого по 130. Так, так, так. Эффекты. Output. Заходим в Shading. Добавляем новый материал. Добавляем Add. Добавляем, значит, Attribute. Атрибьют. Атрибьют подключаем к Base Color. Теперь заходим, значит, наш вот этот вот Dynamic Parent. мотаем вниз, находим вывод. И вот здесь есть Paint Map. Жмем плюс. Жмем Control-C. Нажимаем сюда, жмем Control-V. Делаем дублирование, да? Копируем. Так, теперь что у нас за место Paint? Ничего, все нормально. Так, кэш запекания эффекты Instant Color. Вот где Intial Color. Вот этот ставим Color, допустим, и пусть будет, ну, какой-нибудь серый. Ну, чтобы сильно белая стена не была, да? Так, теперь смотрим, что да как. Вот он тут намечает, догоняет, и вы видите, что по этой штуке, значит, краска не рисует. Надо выбрать наши вот эти партиклы. Заходим. Находим Dynamic Parent. Нажимаем, это теперь будет кисточка, которая будет рисовать. Ставим ей цвет. Ну, допустим, баллончик пусть будет красный. Так. Mesh Volume. Значит, здесь ставим Particle System, да? Particle System. И тут ставим Particle System. Плюс Parting. Смотрим, ждем. И вот вы видите, что на стенке начинает наш вот этот персонаж рисовать краской. Но тут еще нужно настроить вот этот радиус. Радиус настраивается, по-моему, здесь вот в партиклах. И находим физика, ротация, кэш. В рендере, по-моему, а-ну-ка, это Skyl, Экосфера, так, 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 Frame Number, Limit, End, Velocity, да? Tangent Normal, значит, это рандомность, обзыв Velocity, 5, туда-сюда. Ротация нам не нужна. Где-то тут вот реапорт дисплея, рендеры, Point, кэш, Cross, Axis, материал, Velocity, акцелератор, вертикс группы установлены, Fint, гравитация отключена, Children стоят, так, текстуру пока не надо, так, так, и вот эта вот штука интересная такая штукенка, так, нужно теперь найти вот этот вот краскопульт этот, так, что у него тут установлено, Alpha, Vice, так, я, наверное, переведу все это дело, с английским у меня немножко плоховато, так, что так, система частиц, скорость, умножить, заменять цвет, умножать цвет, градиентная карта, смазывать, вот, можно поставить смазывать, что тут еще, препятствие, только отражение, сила, изменение глубины, множитель усиления, так, ну, здесь, по-моему, все, так, здесь, что у нас, конец, начало, скорость, объекты, фаза, касание, вращение, физика, ньютоновская, один килограмм, вращение, скорость, фаза, пока не надо, показать, тщатель, масштаб, потомки, самовоздействие, так, 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 группы стоят, текстуры нам не нужны, так, поставим начальную скорость, объекты, так, 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 что она тут нам еще, так, вот на эту, на вот эти вот, на наш баллончик, еще можно поставить, значит, толкновение, это будет внизу, так, что у нас, торможение, толщина, уничтожение, поглощать, размазывать, трение, с одной стороны, так, усиление, множить, поглощение, проницаемость, не надо, клейкость, вот клейкость, можно поставить, а ну-ка, неплохо красит, кстати, а ну-ка, уничтожение, что он будет делать при уничтожении, грандомизация, трение, рандомность, торможение, толщина, изнутри, трение, короче, столкновение есть, углу внутрь спекрилы, на глубину, а ну-ка, так, и значит, здесь уничтожение, пропадание будет, да, а ну-ка, в принципе, все, нормально, так, это вот, большой объем, да, если объем поменьше, где она тут, так, по-моему, вот эта штука, а ну-ка, вот эта уже будет поменьше, она тут стоять, если я побольше поставлю, что будет дальше, вот, большой объем, он теперь, хреначит, да, вот давайте, где-то, так, 180 поставим, нормально будет, так, метров в секунду, x, y, 5 метров в секунду, а ну-ка, минус 7 метров в секунду, а ну-ка, сейчас она прогонит по новой, в принципе, неплохо, да, конец, начало, все вроде бы установлено, вращение можно поставить, рендерить объект, и вот здесь, вот смотрите, на стенку, есть такая фишка, первоначальный цвет, серый, да, вот у нас стоит, если я захочу поставить, UV текстура, цвет, цвет вершины, UV текстура, вот допустим, я ставлю, то видите, ее здесь нет, UV map, могу поставить, заходим теперь в шейдинги, находим вот эту вот всю штуку, так, вот эту, дублируем, делаем shift, поднимаем ее выше, эту ноду переводим чуть повыше, значит, к этой штуке, и сюда поставим нашу текстуру, добавить текстура, изображение текстуры, так, сюда подключим, все, теперь я, значит, переключусь на английский язык, найдем какую-нибудь текстуру, значит, она у нас, здесь, стоп, ну, допустим, вот он, мауз, да, и вот эту штуку можно подключить сюда, так, видим, что эта штука не работает, не работает, да, значит, добавим mix shader, и тогда вот эту штуку подключим к нему, так, эту наверх, эту тогда книзу, странно, а вот, суппрейс, так, единицы нам падить, делаем, значит, лояут, и смотрим, если он сейчас будет тут все дело красить, у него должно, на пупку этого мауса быть краска, вон, в принципе, неплохо, только мауса нужно теперь передвинуть, и пускай мужик красит, и пускай мужик красит, ну, опять же, если анимацию делать под картинку, можно подогнаться, к этой штуке, и чтобы он водил именно только по какому-то, значит, по какой-то части, так, что у нас тут получается, если с камерой, с лихт светом, так, выбираем свет, свет, cfd, g, этот свет, g, тоже где-нибудь поставим, еще тройной поставим, cfd, и за спину ему еще свет такой, опа, можно нижний, можно верхний, этот дальний, боковой должен быть, вот так, как-то, так, теперь, что со стенкой, со стенкой можно еще, значит, чуть-чуть ее, оп, подгадать, чуть-чуть подогнать, и тогда он должен краску, цвет тоже краски можно поменять, смотрите, как это все делаем, выбираем наш баллончик, где он там, наши партиклы, что цвет у нас не соответствует, допустим, нашему маусу, давайте чуть потемнее цвет поставим, и теперь, если он будет рисовать, так, почему она у него, струя уходит в другую сторону, да, а что это, я тут косячка, такого порога, заходим, значит, постмод, семерка на нампаде, а ну-ка, R, так, пардонки, что не так, ага, делаем, значит, R, перекрубку, тогда вот эти анимашки, можно, значит, удалить, партиклы нормально смотрят, только он теперь ногу ему, хренасит, да, чтобы этого дела не было, мы сейчас это все дело еще раз передвинем, так, можно даже, чуть-чуть стенку уменьшить, так, тройка на нампаде, поближе подвести, смотрим, чтобы он, значит, попал именно, на эту штукенцию, на наши штаны, о, но все равно, он что-то ему на ногу лезет, надо это делать, переписать, ну, а так, видите, уже цвет подходит, значит, к штанам, и уже не столько, бросается в глаза, это, энд от косяк, ну, вот такая штука, вот такая информация, если кому-то пригодится, то, вот, смотрите, применяйте где-то в вольф-фильмах, в каких-то роликах, все, всем пока, до свидания, я, я, все, а, я, Продолжение следует...